Добрый день! С вами компания Крофмонтаж на очередной серии монтаж гибкой черепицы под ключ. На этом объекте мы производим капитальный ремонт, то есть переделку кровельного пирога, переутепление и монтаж гибкой черепицы. Сегодня второй день, мы эту серию посвятим полностью утеплению и слоям кровельного пирога, я расскажу, что мы сделали, сколько слоев там утеплителя и так далее. И вообще это наша любимая тема, переделывать и переутеплять после каких-нибудь мастеров и так далее. Я люблю, честно говоря, такие сложности, когда уже дом живой. Вот обратите внимание, мы на ночь укрываем, производим работы в жилом доме, практически здесь уже выполнена отделка. Сложность добавляет то, что надо постоянно смотреть прогнозы погоды, на ночь укрывать пленкой, дабы не замочило внутреннее помещение. Такие моменты. И мастера должны делать постоянно с оглядкой на погоду и вскрывать именно такой участок кровли, чтобы мастер хотя бы успел к вечеру закрыть его пленку. Сложности этой крыши были, я в предыдущей серии показывал, очень просевшие, неровные стропилы, они разного уровня. Мы проводили их под общий знаменатель, по шнурке все выравнивали, набивали стропила. Сейчас я поднимусь, вам покажу. Ну что, пойдем непосредственно посмотрим, из чего состоит пирог. Вот мы поднялись непосредственно на сам скат кровли. Обратите внимание, значит, изнутри подшито уже, есть элементы отделки, подшито фанерой. Для пароизоляции мы используем пароизоляционную пленку ютофол. Располагаем мы ее не поперек стропил, а вдоль, чтобы она была без стыков и так далее, более герметичная. Так как ее не было возможности натянуть изнутри, уже изнутри, так сказать, она и положено ее натягивать изнутри. Потом прихватывать обрешеткой. Я уже говорил ранее, уже выполнена отделка. Мы натягивали ее вдоль. Прибивали рейками с двух сторон, обратите внимание, не скобами от степлера, которые они все равно отрвутся от времени, а именно рейками. И сюда, да, до этого были выравниваны стропилы. Стропила набивались вдоль по шнурке, значит, мы с 50 на 150 доску выравнивали плоскость крови. Теперь, смотрите, в наших планах у нас получается такое, как бы, корыца кровельного пирога. Корыца это размером 200 мм. То бишь, мы его наполняем в четыре слоя кровельного утеплителя Rockwell Light Buds шириной в четыре слоя по пять сантиметров. Вот в разрезе видно четыре слоя. Так, потом набиваются бруски поперек, и здесь еще прокладывается пятый слой утепления, который полностью эту плоскость закроет. Давай-ка проверим. Вот один слой, второй, третий, четвертый и пятый. Раз, два, три, четыре и пять идет. И заметьте, класть утеплителя укладывать нужно в шахматном порядке, дабы стыки утеплителя прикрывались следующим, как кирпичную укладку. Затем, по этим брускам будет натягиваться гидроизоляция, наша любимая гидроизоляция Тайвик. И уже после, будет набиваться контрабрешетка для продыха, и, значит, шаговая брешетка, и фанера. Все бруски у нас прокрашены, покрыты, сделано антисептированием, покрыты антисептиком. В принципе, ребята, сегодня утепление ската закончат. Ну, что хочу сказать, подытожить. Прислушайтесь к нашим советам, потому что переделка, повторная переделка кровли, кровельного пирога, ну, очень довольно-таки затратное мероприятие, но очень важно. Потому что, кто поверхностно или легкомысленно отнесся к этому этапу на моменте строительства, тот, так сказать, когда дом подключается к коммуникациям, теплу, и, особенно, который имеет мансардную пышку, он понимает, что сделал промашку в строительстве. Вот. Так что мансардная кровля и устройство кровельного пирога довольно-таки серьезная вещь. Следующая серия мы посвятим продуху, вентиляции кровли. Уже будет производить монтаж фанеры, вентиляцию кровли и монтаж коты-пала непосредственно. Ну что, до новых встреч, посмотрите наши все серии, значит, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был ведущий специалист компании Ковмонтаж Мороз Алексей и... Оператор Василий. Оператор Василий. До встречи. Продолжение следует...